Еще в 2005 году многоквартирный жилой дом 1933 года постройки по улице Виноградной 6 был признан аварийным. Под программу расселения он попал в 2013. Из 31 квартиры 25 собственников переехали в новое жилье, предоставленное администрацией. Причем помещения подбирались в этом же микрорайоне. Квартиры выделили в новостройках на улицах Виноградной и Донской. Шесть квартир отказались от всех предложенных им вариантов переселения. Если люди, собственники жилых помещений, которые прописаны в данном жилом доме, не будут переселяться добровольно, они будут переселены в принудительном порядке в соответствии с тем решением суда, которое на сегодняшний день имеется. По закону мы должны предоставлять жилые помещения метр в метр, не менее того, что они сейчас на данный момент имеют. Все собственники аварийного дома, в котором к тому же в 2015 году произошел пожар, неоднократно уведомлялись о необходимости переезда, поскольку проживание в таком фонде опасно для их же здоровья и жизни. Тем не менее, люди осознанно игнорировали предложения властей, подвергая себя риску. Произошла трагедия. Накануне в результате обрушения дома погибла 65-летняя женщина. Она оказалась под завалом. На место выехали спасатели и кинологический расчет МЧС для обследования территории. В свое время всем жильцам Виноградной 6 в рамках переселения была предложена площадь большая, чем занимаемая ими в аварийном доме и более высокой стоимостью. Однако оставшиеся собственники пытались добиться большего, а именно предоставления нескольких отдельных квартир на семью. Родственники Натальи и семья Чальцевых больше 50 лет жили в доме на Виноградной. Последние лет 30, говорит женщина, главная тема в доме – переселение. Сменились поколения и квадратные метры старого фонда по завещанию перешли к ее сыну. Получили и новое жилье. Мы получили на улице параллельной новое жилье. Мы очень довольны жильем, потому что чуть побольше по площади, теплая квартира, уютная. Даже когда первый раз зашли, мы сразу хотели в ней остаться. Я сразу сыну сказала, сыну говорю, я бы здесь пожила. Нина радуется своему новому жилью в новостройке завокзального района и Наталья Кугуева, вспоминая, в каких условиях проходили дни в коммуналке. Маленький коридор, все развалено, все, как сказать, антисанитария, шунга. Мы очень счастливы, честно говоря, потому что это наше все. Очень хороший ремонт, все удобства, горячая вода, отдельные коммуникации, балкон. Мама в отдельной комнате живет, а так мы жили на подселении, три подселения, один, так сказать, санный узел на всех 20 человек. Собственникам теперь уже полуразрушенного дома в очередной раз предложено переселиться в маневренный фонд пансионата Нева с последующим переездом в новые квартиры, которые зарегистрированы за ними с 2013 года. Слухи, распространяемые в интернете на предмет того, что выделенные жилые помещения непригодны для проживания, по факту беспочвены. Данный дом введен в эксплуатацию в октябре 2014 года. Для жителей дома Виноградный 6 здесь предназначено 6 квартир. Квартиры предлагаются гражданам уже под ключ. Гражданам предоставляются жилые помещения, в принципе, по большей площади, чем они занимали. Ну, как пример, граждане занимают 15 квадратных метров, им предоставляется квартира 28 квадратных метров в новом доме. Главная цель программы – обеспечение безопасных условий проживания граждан. Администрация Сочи, в свою очередь, выразила глубокие соболезнования семье погибшей. Первый заместитель главы города Могдин Чермит заверил, что мэрия возьмет на себя все расходы по организации похорон. По словам Чермита, из этого трагического случая следует извлечь уроки. Любые имущественные споры должны отходить на второй план, когда речь идет о соблюдении элементарных норм безопасности. Рината Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.